А вот вы знаете, в последнее время я с большим удовольствием смотрю, как наш президент Владимир Владимирович Путин все-таки собирает Советский Союз. Представляете, Россия, Белоруссия, Казахстан, Украина, еще немного республик Средней Азии и под конец вот это косячки с этих, как это называется, прибалтийских республик бы кончать, и чтобы у нас было все нормально. И тогда, может быть, вернулось и здоровье, и счастье мое. И, наверное, я бы тогда тоже что-то придумал. И мы бы сделали это в духе Советского Союза. Потому как это же клево, когда было нормальное государство. Ну, конечно, нормального государства в том смысле-то и нету. А одеваемся мы вот здесь прямо в магазине хип-хоп. Где же одеваются полные люди? Полные люди одеваются в хип-хопе. Потому что полные люди это очень хорошо. Я вам серьезно заговорю, что если бы не моя полнота, помните, у меня было 115 килограмм. Я бы, наверное, уже крякнул от моей болельщики. Но, тем не менее, кое-что сбавилось, но кое-что и добавилось. И поэтому, даже если что-то с вами случится, полный человек всегда будет жить лучше. Но это мы не об этом. А сегодня о том, как же они одеваются, настоящие полные люди. Да вот так они одеваются. Я, конечно, сейчас и далеко не в тех создания местах, что был ранее. Но вот то, что для крупника и для тех, кто полон. И честно-то радости стало больше. И желания, и темы то. И потому, что все это в реальности дешево, как и то, что делается в Турции. А еще все это везется из Стамбула. Который и есть самая дешевая часть замечательного государства, в коем все круто. Ну и опять же, понять-то надо, что все гипермаркеты старого цвета и Зара и все, что можно, буквально кишит китайскими товарами. А здесь Турция, причем по китайской цене. И вы посмотрите, как все это сделано. И вы посмотрите на меня. Кои в этом государстве только здесь-то походу и радуются. Да редко такое случается, когда все то, что надевается, хочется купить. И не вопрос дешевизны, точнее и это вопрос. Просто подумайте, как можно человеку в раз захотеть многое, купить все это по турецкой цене, не потратить никаких денег и затариться на сезон. Точнее, за мизерную сумму в 300 долларов вытарить, если честно, это вагон. И пуховик, и куртка на все случаи жизни, естественно, зимний комплект. И пару штанов, и шапки, и обувь. И все это за 300 долларов, в смысле 10 тысяч рублей. Если вы где-то все это найдете подешевле, то такого, по-моему, и нету. И понимаешь, что ехать за турецким качеством надо только сюда. Вообще-то я оказался прав, показывая вам тему хип-хопа. Все товары для тех, кого много, все товары для молодежи. И это рядом с безумными центрами, в которых шмотки в 5 раз дороже. Представляете, да, у полных людей есть тоже возможность и клево выглядеть в том числе. Сейчас я вам покажу, что такое джинсы 76 размера. Это я захожу в одну штанину, если честно. Вот, это называется стретч. То есть полный человек тоже может выглядеть в том числе стретч. А сейчас покажу утепленный вариант, который тоже здесь есть. Для весьма немаленьких и очень полненьких людей. Ах, да, простите, я-то для себя. А как для тех, кто полон-то? И вот опять же сюда, да потому что все для полных людей-то и здесь. И вот так вот примерно одеваются те, кто выше меня и больше меня, и стройнее, чем я. Потому как я уже не тот человек, который был раньше. Раньше было 115 килограмм, да, и здесь пресс, и все остальное. Но пока такого нет, ничего-ничего, мы еще доберем свое. Потому как, как бы не быть хорошим, когда в вашей теле столько нормального здорового духа. А еще полный человек полон добра. Я не видел ни одного человека в теле, коего не смеялся над своей полнотой. И это клево увидеть человека, смеющегося над собой. Когда-то супруга меня спрашивала, что будет, если ты будешь беременным. К сожалению, не получится. Хотя, хотелось бы, конечно, чтобы родить себе вот такого супер-мега перца. Конечно, мне бы пришлось одеть вот именно в рубашку десятку, потому что максимальный размер. Шикарно, конечно. И тогда бы я вам состряпал и вот такого. И не только такого кренделя, а в большом количестве крендельков, от которых жизнь-то радуется и приносит новый смысл. Которые чуть позже будут-то здесь. Вот вы, конечно, спросите, где я одеваюсь. Я честно скажу, что одеваюсь я первым образом и старым образом. Это, естественно, торговые ряды вьетнамцев. Потому что у них в свое время были товары, которые по каким-то позициям не были представлены в нормальных торговых мероприятиях. Типа, представляете, написано было что-то Spark Plugs, а как правильно говорят, Spark Plugs. Там еще много чего было, вы об этом не знаете, но я вам расскажу. Остальные вещи я покупаю, естественно, в местах, в Турции, естественно, в Индии беру их. И еще их беру в Таиланде. Но другие вещи, те, которых там нету и вот в которых я к вам обращаюсь зимой, это только здесь, в магазине HipHop по адресу улица Ворошилова, 29. Ну и вот, чтобы вам стал понятен мой настрой. Вот вам сын мой, кой, понимая все то, чем я занимался здесь, устроил торч. Кстати, посмотрите на его движение. И подумайте, ваш сын бы двигался так, если бы ваш папа тарился. А вы просто понимать-то должны, что я не женщина моя, тырюсь быстро, покупаю то, что нужно. И все это за цену одной, ну очень дорогой вещи. И чем это не радость детяте моему, который потанцевав в момент моего быстрого меняния, так же быстро и вместе со мной затем покатается прямо здесь. А по сути-то подумайте, часто ли ваш сын в пылу женского, да и вашего меняния вещей в торговых центрах так веселится, а? Нет. Веселье час и только в хип-хопе. Вы знаете, клево, да, все-таки вернуться на круги своя, то есть в тот вес, который мне и должен быть. То есть у меня где-то вес был примерно 91-88 килограмм. И вот так вот клево одеться именно здесь в магазине хип-хоп, потому что здесь, конечно, в большинстве своем одежда для тех, у кого слишком много чего-то, но и естественно, и обратите внимание, то есть если у тебя или у вас, допустим, рост метр семьдесят пять, и вот этот нормальный комплект тела и ноги, то почему бы и не здесь, потому как смотрите, это действительно клево. И вот такая она штука. И оказывается, сегодня я только здесь одеваюсь, потому как, сами подумайте, как это клево, когда ты нашел то, что тебе нужно. Обращаю ваше незабвенное внимание на то, с каким качеством меня здесь одели. Цена вопроса 1800 рублей. Я вам рекомендую в преддверии Нового года и после него, и вообще прийти сюда, потому как вы понимаете, что это такое, когда мужик, настоящий мужик, качественным образом одет. А доехать сюда очень просто, улица Ворошилова, вот туда ехать, гостиный двор, вот сюда, тут и не так уж и много до конца города. Заехали сюда, оделись клевенько, и потом уже смотрите, как на вас глядят другие товарищи. И это очень интересно, особенно для тех мужиков, которым уже 40 с небольшим.